Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Зарина Нурулина. Смотрите сегодня. Заплатил за квартиру и спи спокойно. Как департамент ЖКХ решает проблему неплатежей за жилищно-коммунальные услуги? У нас 10 кубов в месяц на одного человека. 10 умножаем на 8. Если там 8 человек проживают, вот 80 кубов, соответственно, надутый долг. Итоги подведены, задачи поставлены. В Альметьевске состоялась конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Работы начаты. К ним исполнительный комитет Альметьевского района уже приступил. Большая семья – большое счастье. Что заряжает энергией и питает оптимизмом многодетную маму? Наша мама большая молодец. Она работает везде до ночи. Задача Альметьевского местного отделения партии «Единая Россия» – обновление состава политического совета и избрание делегатов на конференцию регионального отделения. О чем еще говорили на 27-й конференции Альметьевского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», узнала наша съемочная группа. Кто за? Против? Главным вопросом повестки дня стало подведение итогов работы Альметьевского местного отделения партии «Единая Россия» за текущий год и определение задач на 2018 год. Началась конференция с выступления секретаря местного отделения партии, главы муниципального района. Айрат Хайрулин отметил, что 2017 год был насыщенным на события. Важным направлением деятельности в отчетный период являлась реализация партийных проектов. Напомню, на сегодняшний день в нашем районе действует 21 общефедеральные, 5 региональные и 6 местных партийных проектов. За этими цифрами конкретные результаты. Ярким проектом этого года, по словам Айрата Хайрулина, стало открытие парковой зоны с большой детской игровой площадкой, которая расположилась на каскаде прудов. Еще один крупный проект – реконструкция детской больницы. Работы начаты, к ним исполнительный комитет Альметьевского района уже приступил. Задача поставлена к дню защиты детей, 1 июня 2018 года, чтобы детская больница распахнула свои двери. Отслеживать, какие проблемы вышли на первое место у жителей Альметьевского района и на что следует обратить внимание властей – такова одна из задач политического совета местного отделения партии. Социальное обеспечение и социальная защита – 11%. Вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи – около 10%. Вопросы сельского хозяйства – более 9%. Обеспечением жильем – 5%. Участники конференции также рассмотрели вопрос об обновлении состава местного политического совета. Члены политсовета партии были доизбраны путем тайного голосования. Затем были избраны делегаты и на 27-ю конференцию Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Новым членам «Единой России» по доброй традиции были вручены партийные билеты, а также благодарственные письма местного отделения партии за активное участие в общественно-политической жизни и личный вклад в повышение авторитета «Единой России» в Альметьевском муниципальном районе. Евгений Макитрук, Альберт Батюня, Альметьевск ТВ В преддверии 16-летия партии «Единая Россия» с 27 ноября по 3 декабря в городе и районе пройдет неделя приема граждан. В эти дни жители смогут обратиться к депутатам всех уровней с вопросами, касающимся налогообложения, ЖКХ и других жизненно важных сфер. Прием граждан в местной общественной приемной партии «Единая Россия» пройдет с 28 ноября по 1 декабря по адресу улицы Ленина, 41А. Жители города Альметьевска могут обратиться к нам, записаться по телефону горячей линии 45-49-35. В наши приемные будут принимать депутаты госсовета и Госдумы. Также прием будут проводить в ТОСах и в сельских поселениях депутаты местного самоуправления. Приемы граждан в 36 сельских поселениях Альметьевского района пройдут 29 ноября с 15 до 17 часов. В этот же день с 17 до 19 часов прием граждан в городских, территориальных, общественных советах, подростковых клубах пройдет по адресам, которые вы видите на своих экранах. От 12 тысяч до 1 миллиона рублей. Именно такие долги за жилищно-коммунальные услуги умудрились накопить некоторые жители Альметьевска. Откуда берутся такие суммы? Чем можно помочь должникам и как не допустить подобных ситуаций? Узнала наша съемочная группа. Долги жителей на жилищно-коммунальные услуги были и остаются серьезной проблемой. Несмотря на принимаемые меры, должников меньше не становится. По данным департамента ЖКХ Альметьевска, некоторые граждане задолжали государству по миллиону рублей. А если сложить все имеющиеся задолженности по коммуналке, сумма получается просто оглушающая. Долг у нас на сегодняшний день очень большой. Из состава долга более 400 миллионов долгов, но по муниципальному жилью из них 30%. Но выход из ситуации нужно найти. Один из способов воздействия на должников – приглашение их на заседание комиссии, куда входят представители управления социальной защиты, паспортного стола, палаты земельных и имущественных отношений. Гражданин должен объяснить, из-за чего своевременно не платят за услуги. Правда, личному общению с неплательщиками предшествовала определенная работа. Первоначальная работа была выстроена таким образом. Мы сделали обход данных муниципальных квартир. Очень много фактов выяснилось, что проживают с нарушением законодательства, не имея договоров социального найма, соответственно, имея большие долги. Чаще всего проблемы с задолженностью происходят из-за незнания элементарных вещей. Прописаны лишние люди, не установлены счетчики воды, а отсюда и начисления по нормативам. Об этом рассказали сами должники. Если счетчика нет, если показания передаются, начисляется холодная и горячая вода по нормативу. В суммарном выражении холодная и горячая вода составляет у нас 10 кубов в месяц на одного человека. 10 умножаем на 8, если там 8 человек проживают, вот 80 кубов, соответственно, надутый долг. На пришедших на комиссию граждан не пытались давить. Члены комиссии предложили варианты решения проблемы и помощь, которую они могут оказать. Что нужно делать в этих вопросах? И субсидирование, и приватизация. Управляющая компания должна содействовать каждому, помогать в понимании данных. Долги надо погасить, привести соответствие. Вот, соответственно, вы, служба защиты, можете получить субсидию, у вас рабочее место есть тем более. Совершенно летние детей, обязательно, как только к нам в район пропишутся, обязательно к нам нужно будет прийти. Потому что все входы, все дорожные дети здесь уже будут назначать. Воспользоваться предложенной помощью или нет, решать должникам. Возможно, они найдут другие способы расплатиться с коммунальщиками. Главное, чтобы долги были погашены. Евгений Макитрук, Виталий Надымов, Альметиск ТВ. Оформление фасада бассейна «Мираз» и строительство нового жилого квартала на перекрестке улиц Герцена и автомобилистов. Эти и другие вопросы обсудили участники градостроительного совета. Какие решения были приняты по предложенным архитектурным идеям? Смотрите в следующем сюжете. Один из вопросов, который интересует жителей города, когда будет построен бассейн «Мираз» и как он будет выглядеть. Если на первый вопрос пока ответить затруднительно, то на второй уже есть ответ. И даже не один. Специалисты управления архитектуры предложили для обсуждения пять вариантов фасада здания. Решения могут быть разные. Вплоть до южных каких-то фасадов с намеком на Сочи. У нас было решение по европейским каким-то, плоским кровлям. Может быть, это в нашем клинике не совсем уместно, но тоже очень красиво. Из пяти предложенных вариантов члены совета остановились на последнем. Белый фасад, по словам начальника управления архитектуры, новое слово в архитектуре нашего города. Нижний этаж здания будет застеклен. Это тоже концепт, вокруг которого можно будет как-то пытаться, потом его доработать. И с цветом, и с толщиной ламели, и с толщиной опорных стенок. Водосточные трубы появятся, вывеска появится. Следующим пунктом обсуждения стал эскизный проект жилой застройки между улицами Полевой, Автомобилистов и Герцена. На этой территории планируется построить восемь жилых домов. По словам специалистов управления архитектуры, основная концепция планировки квартала строится на сочетании разноэтажных домов. Мы видим, значит, сочетание пяти, семи и девятиэтажных корпусов. В центре квартала расположены две башни. Также у квартала планируется детский сад. Кроме этого, на этой территории предусмотрены детские площадки, а на первых этажах жилых зданий будут размещены офисы. Эскиз будущего квартала членам совета понравился, но возникло несколько замечаний. Например, малое количество парковочных мест и пересечение улиц не под углом 90 градусов, что, по словам присутствующих, может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Вы можете дома по-разному располагать, но пересечение, как бы не казалось, что это однообразно делать по 90 градусов, потому что это будет вызывать определенные проблемы. Проект комплекса решили отправить на доработку. Доработать предложили и проект дальнейшей застройки микрорайона Алсу. По вопросу размещения архитектурных композиций по улице Чехова тоже высказывались разные мнения. Специалисты управления архитектуры предложили установить здесь скульптуру Антона Павловича Чехова. В первом варианте карету с писателем предложили поставить в центре улицы, а во втором Чехова предложили посадить на скамейку. По словам архитекторов, скульптура хорошо впишется в аллею, которую посадили в этом году. Это тоже концепт, который требует доработки конкретных технических решений. Этот проект также рекомендовали доработать. Не суждено появиться и двухэтажному магазину-гостинице недалеко от центральной мечети по улице Морджани. Но за обновление производственного здания на территории продуктового технопарка «Ашале» проголосовали единогласно. Радик Рахимов, Полина Сураева, Альберт Батюни, Альметьевск ТВ. И еще одна информация. В Альметьевске ищут владельца незаконно установленного павильона. Он стоит на территории, прилегающей к продуктовому магазину по проспекту строителей 37А. Как говорят местные жители, павильон появился еще летом. С момента установки он стоит закрытым и не эксплуатируется. Отдел торговли и потребительских услуг исполкома района просит владельца незаконно установленного объекта незамедлительно обратиться в исполком в 313 кабинет. Добровольно убрать павильон владелец может до 15 декабря этого года. В это воскресенье мы будем отмечать День матери. Праздник никого не оставляет равнодушным. В этот день сыновья и дочери с особым чувством благодарят своих мам за любовь, заботу и доброту. Принимать поздравления будет и героиня нашего следующего сюжета. Она мама семерых детей и уже бабушка маленького внука. Но среди детей она не только дома, но и на работе. Семеро по лавкам. Так Надежда Дуванская в шутку говорит про свою семью. Она семикратная мама. Надежда Викторовна одна, воспитывает двоих сыновей и пять дочерей. К тому же, как и большинство мам, она женщина работающая. Поэтому справляться с домашними делами Надежде активно помогают девочки. Мы убираемся на кухне, в детской. Еще вешаем белье. Наша семья большая, дружная. Наша мама большая молодец. Она работает везде до ночи. Для кого-то большая семья – это синоним слов трудностей и хлопоты. Но только не для нашей героини. Дети заряжают ее энергией, не дают времени отчаиваться и всегда держат в тонусе. Дети все разные. Это здорово и интересно, что их так много. И у них свое видение, свои какие-то у них привычки. Они талантливые. Каждый причем в своем. У них нет одинаковых танцами. Какие-то они все разные. И вот, может быть, это еще тоже меня заряжает тем, что я не костенею мозгом, что ли, так сказать. Что вот они что-то там придумывают. И я вроде тоже. С ролью мамы Надежда Дуванской не расстается даже на работе. Ведь она заведующая подростковым клубом. А значит, весь день находится среди детей. Кроме обязанности руководителя, на ней еще занятие для малышей в студии раннего развития Любознайки. Потому что по образованию Надежда Викторовна – учитель начальных классов. Приходят подростковый клуб и ребята постарше. И каждому воспитаннику Надежда старается уделить столику внимания, найти подход. Был у меня мальчик трех с половиной лет, который буквально за неделю ухватил и начал читать. То есть они вот в этом удивляют малышня. Берем, если вот, допустим, начальный класс уже, у них там что-то свое. Когда идет средний возраст, там немножко уже надо, может быть, даже как-то с ними поговорить, приобнять, что-то такое, пожурить. Но это все в такой форме игровое, как это у меня происходит, ну, как друг. Но и на работе собственные дети постоянно помогают маме. Старшая дочь Линда преподает занятия в танцклассе, а 13-летняя Инна учит ребят играть в шахматы. На уроки к девочке приходят дети от 6 до 12 лет. Несмотря на возраст, преподавать ей не нравится. Я понимала, что маме нужно помогать, а она предложила делать то, что я умею. Я подумала, почему бы не шахматы, и вот создала кружок. Дети ходят, детям нравится, почему бы нет. Преподаю, потому что считаю, что детям нужно развиваться, а шахматы – это лучший способ развить их логику. Это поможет в математике как минимум. Сейчас старшие дети Надежды Викторовны уже живут самостоятельно. Но для мамы они всегда остаются детьми. Она за них переживает и беспокоится по-прежнему. А 4 года назад у Надежды появился и долгожданный внук, поэтому теперь она носит почетное звание бабушки. По словам нашей героини, несмотря на все заботы, с которыми приходится сталкиваться с женщиной ежедневно, материнство – это самое большое счастье. Самое-самое большое счастье, чтобы дети были здоровы, они чтобы были сами счастливы, чтобы у них, когда они постарше, чтобы у них в семье складывалось, семья сложилась. Вот для меня вот это счастье. Зарина Нарулина, Виталий Надымов, Альметьевск ТВ В конце выпуска прогноз погоды В субботу в Альметьевске будет пасмурно. Температура воздуха ночью 4 градуса мороза, днем поднимется до нуля. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В воскресенье ожидается выпадение снега. Температура воздуха ночью – минус 1, днем – 0 градусов. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Стали очевидцем чего-то важного и интересного. У вас есть вопрос, предложение, жалоба или хорошее известие? Пишите нам по номеру, который указан на ваших экранах. Через приложение WhatsApp, Telegram и Viber отправляйте фото и видео. А у нас на этом все. Эфир продолжит программу поздравлений от всей души. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале.